поздравляю желаю чтобы ты добился больших успехов и высот теперь будешь работать на всю мощь помню мои слова никогда не забывай их фильм ахада каюма волков боятся в лес не ходить понял понял все будет как вы сказали так держать я верю в тебя спасибо вам большое я никогда не забуду то что вы сделали для меня ты будешь снимать самый лучший бестселлер все будет отлично да поверь мне я всегда буду тебя поддерживать извините я на минуту я быстро а вы пока наслаждайтесь вечером хорошо я мигом давай наконец-то он пришел давайте ребята все к столу здравствуйте здравствуй сынок здравствуйте мы с мамой папа хотите поставить меня в неловкое положение перед всеми почему вы пришли в таком виде а что с нашим видом мы с твоей мамой оделись как следует нарядились по возможности на твой день рождения тебе папа кстати я купил тебе эти часы на свою пенсию на сынок эльбек давай я сам надену тебе давай эльбек я все нормально здравствуйте да ты иди я сейчас мама не говори так сынок мама вы хорошо если тебе так стыдно за нашу одежду перед своими друзьями мы уйдем ты не обижайся на нас пошли дорогая идем не стоило так огорчать папу но мама ты на меня не сердись за то что порой эту клюву рядом со мной садись я очень тебя люблю помнишь когда ты был маленьким таким тоже тогда тупил теперь вырос ты большим ты на меня не сердись если забуду что столько событий лиц мимо меня пошло память уже слаба много на то причин но бьется для тебя сердце родной мой сын а и а и и и и и и и и и Отец Ну что, хорошо сидите? Всё хорошо? Давайте все к столу. Кто эти люди? А да, он мой отец. Вот как? Да. Почему их не пригласил? Позор тебе. Мы такого не ожидали от тебя. Вставайте, уходим. Нам лучше идти. Эй, куда вы? Что вы делаете? Эх. 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 Почему вы пришли в таком виде? А что с нашим видом? Мы с твоей мамой оделись как следует. Нарядились по возможности на твой день рождения. Тебе... Музыка. Нарядились по всей маме. Музыка. Эх. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, мама. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Давайте, покушайте». Ладно, не смотрите. Оставь маму в покое. Себе больше делать нечего. Вставай... Ты уже всё испортил! Сделал своё. Теперь маму хочешь измучить. Убирайся вон Не тебе быть рядом с мамой Брат, не говори так Что, не нравится? А? Тот самый знаменитый актёр Эльбек Хакимов Который не признаёт своего отца случайно Не ты, а? Чего ты хочешь от нас? Говори Это ты, который стыдится за внешность своего отца, да? Может, тебе не нравится и мамина одежда? А? Может, ей переодеться Может, ей завязать платок по-другому По-модному Брат, уходи Не сиди с мамой Брат, ты оскорбил нашего отца Ты осуждал его одежду Мне плевать на твою знаменитость Уходи, ты играешь мне на нервы Мама, простите меня Погорячился немного Поешьте что-нибудь А то заболеете, мама Ничего не хочу есть Оставьте меня Наедине, пожалуйста Ясно Если вам что-то нужно, скажите мне Почему вы пришли в таком виде? Хорошо, если тебе так стыдно за нашу одежду Перед своими друзьями Мы уйдем, сынок Ты не обижайся на нас Ага, все ясно Созвонимся Привет, Эльбек Привет, Эльбек Извини, я задумался Все нормально? Пришел в себя? Да, нормально Неплохо Знаешь Если честно Я Не думал, что Все так получится Эльбек Мы все ошибаемся Все совершают ошибки Делают глупости Никто нарочно не убирает неправильному пути Не надо так драматизировать все Знаешь Мне кажется Что мои родные никогда Меня не простят за мой поступок Ты заблуждаешься Все наладится Со временем Они забудут все это Дай им немного времени В тот день я видел состояние Равшана Он даже не хочет Слышать твой голос Представляешь? Ну Ты будь терпеливым Подожди немного Пройдет немного времени Потом попытаешься поговорить еще раз Если хочешь Я тоже могу поговорить с ним Все будет хорошо Казимов Не бери в голову Я постараюсь сам справиться Тогда Поднимайся Нас ждет мероприятие Надо туда съездить Нет Ты Лучше езжай сам А ты? Ты же знаешь Если выйдешь на сцену В плохом настроении Они подумают Что ты их уже Перестал уважать У тебя началась звездная Болезнь Короче Что-то в этом роде Поэтому Не хочу показываться В таком состоянии Ты езжай сам Вместе с другими актерами Отлично справитесь Ты бы так немного рассеялся Или что-то изменишь Сидя так Мне тоже неохота Вести себя так Казим Да, понимаю Ты еще поговори С Кахрамоном Я не против Если не буду играть В новом фильме Ты чего? Не глупи Все будет хорошо Может быть Эх Ладно Если передумаешь Обязательно позвони Угу Хорошо Увидимся Ладно, береги себя Я буду здесь Эх, папа Лола Ты обо всем уже знаешь То, что совершил твой муж Непростительно Мы тебя любим Я Вся моя семья Твоя сестренка тоже Но У нас нет другого выбора Нам уже очень трудно жить С Эльбеком Под одной крышей То, как он обошелся С нашим отцом Это, мягко говоря Не по-человечески Не нахожу себе места от этого Ты не обижайся на нас Но мы вынуждены Другого пути нет Мама Никогда не простит его За такую подлость И я не прощу его Здравствуйте Все нормально Вовсе нет Муниса Что происходит Ты лучше скажи ему Эльбек, садись Я постою Можете говорить Мы Посоветовались друг с другом И решили, что Что впредь будем жить отдельно По традициям Старший должен переселяться А младший должен остаться с родителями Но Мама не хочет жить с тобой Поэтому Тебе надо выселиться Из этого дома Со всей семьей Брат Я скажу от имени всех Мы больше не хотим жить с тобой Это наше последнее решение Брат Я не понимаю С каких это пор Твоя жена Чего моя жена Хочешь сказать С каких пор она приказывает тебе Я велел ей Потому что Я уже устал тебе говорить Убирайся из этого дома Либо ты оставишь этот дом Либо я Или ты хочешь убить имаму Брат Чего брат Тогда мы выселимся Муниса Собирай вещи Вставайте Мы покинем этот дом Брат Я выселюсь Чего Успокойтесь Я покину этот дом Могли мне это сами сказать Мы выселимся Ширин Да Собирай вещи С глаз долой Тебе все ясно? Убирайся Я должен поговорить с мамой Не будешь разговаривать Уходи прочь Дорогой Мерзавец Иди Муниса Ты иди Помоги им Собрать вещи Хорошо Ты тоже вставай Дорогой Может еще раз подумаешь Я уже сказал свое Ничего не изменится Не хочу даже Видеть его Иди Ты тоже Помоги им Хорошо Хорошо О господи Давайте заходите Спасибо Спасибо Это дом одного моего знакомого Давно никто не живет Можете устроиться Ага Здесь кухня Устраивайтесь как хотите Спасибо Идем Спасибо Брат, дайте сумку Я вам помогу Идемте Фарух Зелола Да, мамочка Да, мамочка Занесите эти подушки вовнутрь Я очень устала На Держи Мама Да Акбар Али больше не будет жить с нами, да? Нет А с кем мы теперь будем играть? А что, больше никого нет? Играй с братишкой У тебя и так много друзей в Махале Почему вы задаете один и тот же вопрос? Мы уже скучаем по ним Иди Субтитры создавал DimaTorzok Брат Твой папа очень хотел, чтобы ты стал актером Он выбрал творчество Ты Не должен все это бросать Но Понимаешь? Мне кажется Мой папа покинул меня и никогда не простит Я каждый день думаю об этом Совесть мучает На съемках На работе Дома Мысль об отце не покидает меня Это невыносимо Понимаешь? Я тебя понимаю, брат Мой отец тоже умер Ты должен быть сильным Мы всегда с тобой Спасибо Спасибо тебе за сочувствие Как идут дела на работе? Да, нормально Как творчество? Да, все хорошо Отлично? Да, конечно Все будет хорошо Да, разумеется Спасибо тебе за субтитры Спасибо тебе за субтитры DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Думаю, 45-й эпизод надо ставить раньше Смотри, потому что интервал между ними короткий Да, ясно Тогда напиши на завтра Так, значит, это будет на завтра Хорошо Вот так Трудоголики мои Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Как вы, как Римон Шадманович? Как ваши дела? Как вы сами, а? Ну, не устаем? Нет, спасибо Как вы доехали? Все нормально, все хорошо Короче, Эльбек Одна сценаристка Хочет написать сценарий про тебя О, классно Про меня? Да Про тебя Она ждет тебя за дверью Да Но я сейчас немного занят Ты чего? Ты сначала поговори с ней Ага Просто не хочется откладывать эти дела Дальше я сам продолжу Иди, смелее Ладно Как Римон Шадманович? А когда про меня снимем фильм? Тогда, когда ты тоже будешь работать, как Эльбек Понимаешь? Понятно Тогда скоро не снимем Ты, шутник Снимем и про тебя Покажи-ка мне Что там за планы? Завтрашний план, как обычно Все как надо? Да С актером уже поговорил Добрый день Добрый день Я Деляфрос Рад знакомству Деляфрос Эльбек Бахадырович Я хотела написать сценарий о вас И про вашего отца Который способствовал вашему творчеству И вашим успехам Деляфрос Я не хочу, чтобы кто-то писал сценарий Или снимал фильм про мою личную жизнь Почему? Потому что я не думаю, что выйдет что-то интересное Ладно, до свидания Но я... На опушке большого леса Жил Дровосек со своей женой И было у них единственное дитя Трехлетняя девочка Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка Однажды поутру Дровосек Подавленный своими заботами Отправился на работу В лес Стал он там рубить дрова Как вдруг появилась перед ним Прекрасная высокая женщина Ассалам алейкум Вау, дядя пришел Здравствуйте, дядя Здравствуйте Здравствуйте А что вы нам принесли? Здравствуйте Вернитесь Идите в свою комнату Быстро Мама, простите Муниса, посмотри Вода не вскипела Мама, как поживаете? Мама Пожалуйста, простите меня Я совершил ошибку Пожалуйста, хоть раз посмотрите мне в глаза Мама, измучился я Бейте меня, ругайте Но только не игнорируйте меня Умоляю Сынок, уходи Алло Да, я же сказал тебе Подъеду к тебе, конечно, завтра Ладно Ты что здесь делаешь, а? А? Эльбек Я же говорил тебе оставить маму в покое Уходи по-хорошему Брат Хватит уже Не называй меня братом Мама, скажите что-нибудь Что мама тебе сказала? Ты всех мучаешь И себя, и маму, и меня Постой Забери свои вещи Брат, ты лучше помоги мне Я устал тебе помогать Ты не понимаешь Ты не понимаешь, что такое помощь Вещи не забывай Я это не вам принес Маме и племянникам Отлично Тогда спроси у мамы Ей нужны эти вещи? Убери их с собой Брат Помоги мне Мы тебе достаточно помогли Ты не достоин помощи Убирайся Забери свои вещи И убирайся Не заставляй меня Выгонять тебя силой Мама, скажите что-нибудь Простите, мама Мы вас замучили Дочка Здравствуйте Здравствуй Однажды я принесла посылку одного человека Это были часы И что? Вы их не видели Чего? Часы Папа Да, доченька Помните, я как-то принесла часы одного знакомого Если вы их взяли, отдайте обратно Я должна вернуть их владельцу Чего? Ты меня подозреваешь? А? Своего родного отца? Поймите меня, папа Если вы их взяли, верните Это же чужая вещь Доча Я на такое не способен Никогда не трогал чужие вещи Ты что несешь? Ты что несешь? Родная дочь Обвиняет меня в воровстве Я не имею права вас обвинять Но я должна их вернуть По-твоему Я украл эти часы Продал их И Расстратил деньги на водку Запомни Сейчас я пришел из Чайханы И мои друзья из армии угостили меня Разве я могу продать чего-то из дома И пить за полученные деньги? Только ты жила в моем сердце Я не обвиняю вас в краже Вы же не вели себя так раньше Мне тоже трудно После смерти мамы вы изменились Думайте мне легко Я так одинока Доченька, не говори так Говори все, что хочешь Только не плачь Не брал я эти часы Я не трогал чужую вещь Я Я не говорю, что вы их украли Это чужая вещь О, Господи Может, ты где-то оставила их? Я точно помню, куда поставила Я устала Устала от этой жизни Что я могу поделать? Ни один родственник уже не приходит к нам Никто Все отвергают нас Папа, вы знаете об этом? Пускай не приходят Пускай Не говорите так Я не нуждаюсь в них Поняла? Когда ты богат, все вокруг тебя порхают, как бабочки А когда ты беден, ты не нужен даже собственной дочери Перестань Все, хватит Эльбек Как Рамон Шарбонович правильно говорит Я тоже сколько раз тебе повторял Ты хоть один разок слушал меня? Ты осознаешь, в каком ты положении сейчас? Когда ты последний раз смотрел в зеркало От прежнего Эльбека не осталось ни капли? Почему? Сколько еще так будет продолжаться? Чего молчишь? Казим Чего? Мне Совсем трудно Очень трудно Знаю Тебе нелегко Тебе нужна поддержка Кахамон Шарбонович поэтому так сказал Ты должен измениться Ты потерял отца Ваши с мамой отношения порвались Брат вообще не хочет тебя видеть Никого из родных не осталось вокруг тебя В таком духе ты своих поклонников потеряешь Знаешь Поклонники бывают не так уж преданными Как только перестают видеть тебя на экранах Найдут себе другого любимчика Ты не нужен им Тебе нужна такая жизнь? Ты должен работать Должен трудиться Ты должен подняться Не тот велик, кто никогда не падал А тот велик, кто падал и вставал Все в твоих руках Ладно, помирись с братом Такое состояние не доведет до добра Он сам не хочет меня видеть Придумай что-нибудь Мама Я целый день ходил по совещаниям Не смог даже позвонить вам И домой не смог прийти Как прошел день? Мы не скучаем с моей снохой Совсем нет Моя дорогая матушка Мама Папа Смотрите Дядя играет в новом фильме Я желаю всем людям Которые похожи на меня Только одно Где пульт? Чтобы они все А почему выключили? Мы же смотрели, папа Зелол Завтра я всем одноклассникам буду хвастаться Скажу им Что моего дядя снова показывает по телевизору Эй, вы Идите Делайте домашние задания Завтра вам надо в школу Давайте Да, давайте Идите быстро Дорогой, выпей чаю Не хочется Ты в последнее время даже нормально не ешь Ты можешь заболеть Аппетит пропал Дорогой Я Чего еще? Завтра день рождения Мунисы Может поедем к ним и поздравим? Нет Не поедем Если хочешь езжай сама Ой, как хорошо Наконец-то Наконец-то нашлись эти часы Наконец-то они нашлись Я так рада Верну их обязательно владельцу И он успокоится Слава Богу Как же я волновалась Малико, поверь мне Я очень сильно тебя люблю Но Мне нужно благословение моих родителей Поэтому сначала Я должен с ними поговорить Если они не согласятся на нашу свадьбу Ты не обидишься? Нет, Сабир Как можно обижаться на человека Который уважает своих родителей? Стоп Снято Отлично Эльбек, стой Как, не встал? Нет Как ты сам? Ты в порядке? Да, неплохо Хочешь воды? Нет, не надо Какие новости? Есть еще два эпизода Хорошо Второй? Мы вчера обсуждали с тобой Помнишь? Казим Я все это помню Вы Пока снимайте другие сцены Я быстро заеду в одно место Идет же съемка Ты куда? Да знаю Но я вернусь до своей сцены Пока снимайте остальные сцены Я быстро Объясни режиссеру, пожалуйста Ладно, езжай Спасибо тебе Ты, как всегда, выручаешь меня Альбек, послушай Здравствуйте Здравствуйте Чем могу помочь? Я хотела взять интервью у матери Эльбека Хакимова У кого? У матери Эльбека Хакимова Мамы сейчас нет дома А есть кто-то из его родных? Его брат Можно я с его братом поговорю тогда? Да, можно Заходите Пожалуйста Что вы хотели узнать? Я сценарист Собираюсь написать сценарий для фильма про Эльбека Хакимова Но он не хочет мне дать интервью Может, вы мне поможете? Как я могу вам помочь? Вы можете рассказать про его детство Его интересы Про его творческий путь Расскажите Знаете, я его сноха Прошло более десяти лет с тех пор, как я стала членом этой семьи Если честно, я не хочу о нём говорить Вы сказали, что его брат дома А он сможет рассказать? Как вам сказать? Сейчас его брат не хочет ни слова о нём говорить Извините Но это уже Наши личные дела Пожалуйста Вы сами расскажите мне о нём С чего начать? Эльбек вообще-то Очень хороший человек Талантливый актёр Его любовь к творчеству очень высока Можно сказать Даже Выше, чем любовь к своей семье Но Мне так кажется Он играет хорошие роли Снимается в премьерах Скоро тоже будет новая премьера при его участии Послушайте Вам лучше найти его И узнать всё о его жизни от него самого Скажу вам открыто Сейчас у нас тяжёлый период Никто сейчас даже не хочет произносить его имя Мне очень жаль Ясно Поймите меня правильно Поговорим в другой раз Счастливо Удачи вам Так Все актёры готовы? Да, готовы Завтра в девять Никому не опаздывать Ага, понял Передай всем Ага Ладно, я буду здесь Здравствуйте Здравствуйте Опять вы? Мы же с вами вроде договорились Вы хоть раз Послушайте меня Хорошо Садитесь Слушаю вас Я хочу написать такой сценарий Чтобы он стал уроком для всех Хочу написать про вашего честного отца Благодаря кому вы тоже стали таким честным и любимым актёром нашей страны Подумайте о моём предложении ещё раз, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вы же знаете… Минуту. Алло. Алло, сынок. Как ты? Извини, что побеспокоил тебя в рабочее время. Мне нужны кое-какие таблетки. Вы так много. Звоните. Я сейчас очень занят. Может… Может, ты увезёшь меня отсюда? Откуда? Я по уши занят. Я сам вам перезвоню. Алло. Хорошо. Извини, сынок. Добрый день. Здесь живёт Альбек Хакимов? Нет, девушка. Вы ошиблись адресом. Я… работаю медсестрой. Его отец оставил свои часы у нас в больнице. Я хотела отдать их обратно. Юсупов? Вышли результаты вашего анализа? Ага. Вы должны лечиться. Вам плохо сейчас? Нет, всё хорошо. Лечитесь вовремя. Да, обязательно. Барно, объясните Юсупову. Все подробности. Приём его таблеток и фито-чаев. Идёмте со мной. Идёмте. Идёмте со мной. Вернёте их владельцу. Значит, ребята. Всегда заканчивайте начатое. Да, понятно. Через два дня съёмки от Ажанова. У меня тоже есть роль. И с вами должен заниматься. Ага. Поэтому делайте всё вовремя. Вчерашнее не должно повториться. Я с продюсером переговорю. До завтра. Будьте ответственны. Ага. Всё поняли. Удачи, ребята. Привет, Сталина. Как дела? Всем привет. Здравствуйте, Казим. Отлично. Как успехи? Не восстаём. Всё хорошо, как ты сам. Отлично. Что нового? Всё как обычно. Днём тебя не видел. Телефон тоже был выключен. Неважно, себя почувствовал. Вот и телефон выключил. Костюмер тысячи раз звонил мне. А где Эльбе? Когда он придёт? Твоё настроение не должно влиять на работу. Скоро начнутся съёмки нового фильма. Обо всём надо договориться. Ты хоть со сценарием ознакомился? Да, конечно. Но не до конца. Не успел. Нужно было. Есть трудные эпизоды. Надо психологически прочувствовать их. Ну, ты же будешь рядом. Конечно. Мы уже должны быть наготове. Хорошо, идём. Прорепетируем всё. Ну, пошли. Спасибо вам, дочка. Эти часы были подарком от моего супруга своему сыну. Я бы очень хотела увидеть эти часы на руках своего сына. Спасибо вам. У вас есть родители? Да, есть. Тогда вы очень счастливы. Да, вы правы. Но как насчёт тех отцов, которые живы, но не выполняют свои отцовские обязанности? Как их назвать? Как называть таких отцов и таких детей счастливыми? Разве так возможно? Такие дети разве могут быть счастливыми? Извините меня. Вы непременно обретёте своё счастье. Вот увидите. Всё ещё впереди. Только не расстраивайтесь. Всё будет хорошо. Добро пожаловать. Привет, ребята. На левой стороне бренд рубашки, на правой брюке. Можете осматривать. Много новых товаров. Смотри. Аккуратный, да. Да. Извините. Помните, когда вы стали знаменитым, вы к нам приходили с вашим отцом? Как он? Да, кажется, припоминаю. Аккуратный, да. Смотри. Аккуратный, да. Субтитры создавал DimaTorzok Мы недавно похоронили папу. Мне очень жаль, брат, моей соболезнования. Дима Торзок О, ты уже вернулась, доченька? Да. Чувствую, ты хочешь мне что-то сказать. Вы не сердитесь на меня? Ой, с чего это? Разве папа может обижаться на дочку? Нечего сердиться. Я вовсе не хотела, но обидела вас. Простите. Думаешь, я обиделся на тебя? Да. Ах ты, мое солнышко. Доча, я не обижен на тебя. Жить штука сложная. И я часто ошибаюсь. Но хочешь, открою тебе... Один маленький секрет. После того нашего разговора я задумался. Я бросил пить. Да. Я вам верю, папа. В тот день ты напомнила мне свою мать. У меня кроме тебя никого нет. Я живу только ради тебя. Принцесса моя, ты будешь очень счастлива. Вот увидишь, звездочка моя. Ты так быстро повзрослела. Мне было так неловко перед тобой. Теперь я вообще не буду пить. Обещаю. Простите, папа. О, боже. Нечего извиняться. Хорошо, хорошо. Я тебя прощаю. Теперь давай улыбнись. Давай принеси мне немного воды. Смелее. А то картофель почернее. Хорошо. Время летит. Вчера играла в куколки. Вот уже взрослая девушка. Как успехи в школе? Хорошо. Скучаешь по Акбарали? Да. А? Очень. Почему он не пришел? В следующий раз. Никто не обижает в школе? Нет. Все хорошо? Да. Ну, здорово. Да, хорошо. А как бабушка? Что ты здесь делаешь? Ассалам алейкум. Как ты, брат? Брат. Доча. Ассалам алейкум, папа. Алейкум ассалам. Зачем пришел, брат? Я хочу с тобой поговорить. Я не могу. Брат, уходи. Убирайся. Не хочу тебя видеть. Давай поговорим. Не могу. Ты играешь мне на нервах. Мои дети скучают по бабушке. Я тоже соскучился. Это не имеет значения. Уходи. Папа. Сынок, ты не вмешивайся. Уходи. Быстро. Вон отсюда. Давай все обсудим. Не получится. Папа, вы так не любите дядю? Нет, сынок. Это не так. Эльбек? Эльбек. Где ты? Эльбек. Иду. Эльбек. Добрый день, брат. День добрый, братишка. Как ты? Мы с друзьями сидели в чайхане. Ага. И? Им очень понравилась твоя последняя роль. Да? Отлично, сыграл. Очень рад. Я очень горжусь тобой. Так, держать. Спасибо, брат. Ты оправдываешь папина, мамина и чуть-чуть мое воспитание. Выпьем чаю. Пошли. Да, конечно. Минутку. Подержи, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуй. Извините за беспокойство. Ничего страшного. Как ты? Как твои дела? Спасибо, все нормально. Какие ветры? Хотел попросить об одном. Ага. Говори. Мне нужно немного денег. Опять за старое. Ты свой последний долг обещал вернуть за два месяца. Пишешь смски завтра, послезавтра. Когда звоню, не берешь трубку. А в такое время сам находишь меня. Мне очень не нужны деньги. Верну их вовремя. Все нуждаются в деньгах. Когда вернешь? Верну через неделю. Зачем тебе деньги? Папа заболел. 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 Ладно, приходи завтра, я буду на съёмках. Спасибо, только не обманывай в этот раз, понял? Да, понял. Завтра увидимся, до встречи. Хорошо, до встречи. Ну что, начнём? Так. Эй, я ещё не написала. Зато я уже написала. Я старше тебя, не забывай. Не дам тебе книгу. Отдай! Нет. Отдай! Мама, смотрите! Что с вами? Не поняла. Он взял мою книгу. Я уже всё написал. Не можешь немного подождать. Дай ей дописать. Ссоры за книги. В школе вас это мочит. Вы же родные брат и сестра, родня. Разве такая мелочь, стоит так грубить? Ты же девочка могла бы промолчать. Она же твоя сестра. Она старше тебя. Что за поведение? И что? Папа с дядей так ругаются же. Р alleviate Juda. Я cela. Мне л produits. Убажанка. Ты же líчи. Знаешь? Вари. Вари. вд節я. Вари. 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 Брат, посмотри на эти цветы. Поставь сюда. Этот цветок тоже расцвёл. Расцвёл, говоришь? Да. Сейчас посмотрим. А знаешь, кому бы подарен этот цветок? Кому? Что-то не помню. Эльбеку. И что? Поухаживаем. Брат, я соскучилась по снохе и по племянникам. Что это изменит? Что? Может, пора простить их? Невозможно их простить. Ты вообще не вмешивайся. Поняла? Да. Давай, делай свои дела. Как твой отец? Ему плохо. Здоровье ухудшается день за днём. Все мною заработанные деньги хватает только на лекарства. Очень жаль. Возьмите деньги. Спасибо вам большое. Купи ему все нужные лекарства. Хорошо? Я обещаю. Обязательно верну вам свои долги. Нет, не нужно. Я работаю у вас вот уже три года. Я вам обещаю. Обещаю. Обязательно верну вам ваши деньги. Хорошо. Именно эти деньги не нужно возвращать. Самое главное, чтобы твой отец выздоровел. Спасибо, брат. Но больше не обманывай меня. Если понадобится еще, скажи. Хорошо. Чай будешь? Обед готов. Проголодался? Равшан. Дорогой. Равшан. Обедать будешь? Нет. Что-то аппетит пропал. Выпьем чай. Долго собираешься так жить? Ты съедаешь себя изнутри. Думаешь, я ничего не вижу? Не чувствую? Все нормально. Я знаю, как тебе сейчас нелегко. Он же твой единственный брат. Он совершил ошибку из-за юности, не осознал своих слов. Из-за молодости? Ему тридцать. По-твоему, это юность? Ты понимаешь, что говоришь? Тридцатилетний мужчина разве говорит такие глупости? Еще своему отцу. Он уже взрослый мужчина. Тоже мне молодой. Сколько раз он пришел просить прощения. Умолял. Извинялся. А ты его все отталкиваешь от себя. Хотя бы один раз послушай его. Да слушай его слова. Ты же его брат. Ты не вмешивайся. Прости. Не вмешивайся, пожалуйста. Это не твое дело. Все хорошо. Хорошо. Но его невозможно простить. Он мерзко поступил с отцом. Хватит. Не мучай меня. Каким примером вы будете для ваших детей? Да. Я хотела сообщить тебе об одном. Говори. Вчера где-то прочитала. Если родные братья и сестры не общаются друг с другом и порывают родственные узы, допрос их родителей будет очень тяжелым в загробной жизни. Только их дети могут быть причиной этому. И их поступки в этой жизни. Ты понимаешь, о чем я говорю, дорогой? Мы мучаем отца даже в загробной жизни. Даже если ты не простишь его, от этого отец не вернется. Пойми, время не вернуть назад. Никак не могу его простить. Не могу. Не получается. Это не так уж просто, как тебе кажется. Папа так любил его. Никак не могу забыть. Однажды он принес новые ботинки. Брат был первоклассником. Я учился в старшем классе. Вода проникала через мои ботинки. А папа папа говорит, сынок, ты же старше его. Он еще маленький. как бы видела, как ему было неловко. Пусть он одет. Денег хватило только на это. Ты уже не маленький. Ты сможешь потерпеть. Так он меня успокоил, и ему купили новые туфли, хотя у него была пара хороших ботинок. Я постоянно вспоминаю папину любовь к нему. он отдал всю свою любовь, заботу, а взамен что он услышал? Такое разве можно простить? Папа оберегал его от всего. Всегда был рядом. дом. А он? Что он сделал? Мы тебя любим. Ну, ладно. Дети проголодались. Эльбек, эльбек. Эльбек, эльбек. Эльбек. Фарух, ты тоже спросил папы, может согласиться. Хорошо, может, я его уговорю. папа. Папа! что, сынок? Пойдем в кино. Что за кино? В котором дядя снялся. сынок, я тебе вчера сказал, не будет никакого кино. Тема закрыта, все. Папа, пожалуйста. Никуда не пойдем. Иди, делай уроки. Вот тебе кино. Папа, пожалуйста. Вот тебе хорошее кино. Вот. Роми, пиши вот так. Вот и все. Хорошо. Аккуратно пиши. Милый, пригласительные уже готовы? Да, почти. Сегодня буду готовы. Немного остался до премьеры. Ага. Что молчишь? Да, готовы. Сегодня парни привезут. Тебе тоже дам. Своим родным тоже раздашь. Отлично. Здорово. Теперь пиши эту букву. Вот так. кстати брат тоже придет на премьеру. По-моему, не придут. Мама. Да, солнышко. Давайте мы тоже пойдем к дяде на премьеру. дочка, ты же сама слышала, что твой папа сказал вчера. Все мои одноклассники, все наши соседи идут. Давайте мы тоже пойдем. Вы тоже попросите у папы. Не расстраивайся. Сегодня поговорю с папой. Постараюсь уговорить. Хорошо? Хорошо, тогда я принесу воды для цветов. Давай. погибайся. Мама, ваша кровать уже готова. Пора отдохнуть. Ложитесь. Подожди, дочка. еще немного. Вы измучились, мама. Может, пора простить брата? договорились? Да, доченька. Я взял или увидеть папу? Случайно. разглядев его, увидел и почти заблакал, не понимая сам из чего. Из полумрака коридора вдруг папа улыбнулся мне, как это он, как реже того, а на небесной седине. Всего лишь взгляд, взгляд, но как стрелою печалью. Мои пронзилы сны мы столько лет уже стеною отделены от той весны. потом я понял. В отражении был я, похожий на него, а оно короткое мгновение. А сколько вспомнилось всего. Я в зеркале увидел папу, случайно разглядев его. Увидел и почти заблакал, не понимая сам из чего. Из полумрака коридора вдруг папа улыбнулся мне, как будто он, как прежде дома, а не в небесной взросли бея. Девушки отдыхают Вчера мне приснился плохой сон Расскажи Во сне... Спасибо Мне приснился отец Он посмотрел на меня и сказал Сынок, хватит Остановись, остынь же Казалось, он обижался на меня Последнее время Я был очень груб с Эльбеком Может поэтому папа Во сне Мне сказал такое Как вы думаете, мама? Да, ты прав Какая мать способна разлучить своих детей друг от друга? Постоянно думаю о внуке Аллах Велик Он всепрощающий А мы кто? Мы Его рабы Аллах любит прощающих Неужели я не смогу простить Своего Родного брата Мама Давайте и мы Его простим Забудем Все плохое Папа обрадовался бы Да? Мама Вы так улыбаетесь Я давно не видел Вашу улыбку Если Эльбек вернется домой Если мы снова Будем жить вместе Как в старые Добрые времена И вы будете так улыбаться Я буду Самым счастливым человеком на свете Простите меня Прощаю, сынок Давно простила Тогда Я ему позвоню? Да А я приготовлю что-нибудь особенное С моей невесткой Хорошо, мама Будем вместе Да Хорошо Алло Здравствуйте, брат Брат Как ты, Эльбек? Хорошо Брат Это вы? Да, это я Конечно я Возвращайся домой Племянники Соскучились по тебе И я соскучился Возвращайся Возвращайся Хорошо Скоро буду Это Твой дом Хорошо Я очень соскучился по тебе Возвращайся Будем жить как прежде Он заплакал Заплакал Спасибо тебе, сынок Спасибо Я Я на кухне Твой сын смышленый Моя доченька Как дела? Бери Это тебе Угощайтесь Угощайтесь Моя дочка Мои любимые Моя дочка Дорогой Папа Да? Пойдём к дяде на премьеру Да, пойдём? Да, действительно Какая ещё премьера? Мы же... Фильм озвучен на студии Miracle Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова